Бросить с себя седяка и взвился до облаков. Он вставал на дыбы, головой бросался в бездну, скакал вверх ногами, а сосрука не падал. На седьмые сутки Тхожей устал и смирился. Ну, родился в селе, вырос в седле. Для курса это как бы, как и черкесска, как и кинжал, конь и, конечно же, ружье. Привет, хозяин. Знакомый запах напоминает мое детство, когда мы каждый вечер скачки устраивали. В таких сельских скачках Аслан обычно оказывался победителем. Может, дело в практике. Может, просто удача. А вот в спорте ему почему-то не везло. Вот в этом зале у меня не было ни одной победы. Я ни разу не выиграл чемпионат района. Даже в тройку не попал, ни разу. Проигрывал и со слезами приезжал. Мать настаивала. Бросай, раз все равно ничего не получается. Лучше учебой займись. Его зовут Каро. Карабаир. Агроном по образованию землепашец по призванию. Он окончил сельскохозяйственную академию. Учебу активно совмещал с работой на земле. У меня знакомые были. Он председатель колхоза был. Он мне дал в аренду 15 гектаров пшеницы. Когда они уставали, я сам за руль садился. Я на тракторе нормально езжу. И сам сеял. Но после того, как попал в профессиональный спорт, пришлось забросить землю. О чем до сих пор жалеет. Я опять сейчас взял 15 гектаров. В этом году взял. Хочу кукурузу посеять. Я как сельский, я не могу без этого. Когда я не тренируюсь, я должен заниматься физической работой. Что бы это ни было. После неудачного чемпионата мира в 2006 году в жизни Хуштова случилось то, на что он меньше всего надеялся. Связан он с именами двух людей. Министра спорта Кабардино-Балкарии Аслана Афаунова и заслуженного тренера России Анзора Карданова. В принципе, меня с ним познаком Анзор Карданов. Я знал, что есть хорошего уровня борец, готовый принести награду на разных международных турнирах. Мы начали оказывать ему серьезную финансовую поддержку. Прозвище «возрастной борец» нисколько их не волновало. Не было и капли сомнения, что Хуштов заставит говорить о себе весь мир. Почему мы в тебя поверили в 28 лет? Не знаю. Интуиция, да? В 25 лет мы поверили. В 28 лет мы так поверили. Вот, кстати, на самом деле, в 25 лет мы поверили. Просто результат чуть-чуть задержался. На тот момент Асланбек тренировался в Красноярске у знаменитого тренера Михаила Гамзимна. Родная республика предложила совмещать эту подготовку с работой в спортивном клубе «Гладиатор». Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Это о тренерах. Анзор Карданов стал вторым наставником Хуштова. Началась большая работа. Асланбек стал упорно трудиться над теми приемами, которые ему давались с особой легкостью. Штангу брал, из-за штанги наклоны делал. 150 килограммов ваше штангу вот так на руки ложил и прямо туда между ног уносил руки, вот так в спину качал. У него неимоверные физические данные. Он физически очень здоровый парень. Кстати, вот из-за этих тренировок, таких качек, я компьютерную томографию сделал. У меня вот подзначник вот так силиком идет. Неестественно как-то выглядит. Врач в шоке был. Он такой, это что такое, говорит? Он говорит, ты не здоровый. Я говорю, оставьте все. Я себя хорошо чувствую, смысл мне слушать врача. Эти нагрузки оказались не самыми главными в тренировочном процессе. Номер один в сборной Василий Теплоухов, а Хуштов всего лишь третий. Аслану надо было поверить просто в свои силы. Комплексы вот эти, которые складывались у него, формировались синдром второго места. Надо ломать именно это. Периодически на ковре у них возникали споры. Как выстроить прием лучше? Сколько дать нагрузки на ноги, а сколько на позвоночник? Продолжались они и вне ковра, только темы уже совсем другие. Вот вы не поверите, вот камни вот в речках валяются, они со временем от воды растут. Я говорю, вода камень точит. 50 лет, когда мы встречи, встречи, камни вывозим и не можем закончить это. Вот так мы с ним вечно спорим. Воложник. Анзор всегда непроизвольно становился победителем в таких спорах. Жизненный и профессиональный опыт брали вверх над горячей молодостью. Он когда прям показывает, нет, а если вот так сделаем? Мне нравилось то, что вот он... По натуре очень эмоционально. Отчасти вы понимаете, что это ему и мешало. Я все равно буду делать свое. Против природы, вот говорят же, все равно не пойдешь. И вот в этом плане... Приходили к одному мнению. Это самое главное. И мы вдвоем доказывали, наверное, всему борцовскому миру, что мы сильнее в этом весе. Постепенно он стал незаменимым человеком для Аслана. Он решал не только спортивные вопросы, но и все бытовые проблемы. Он вот как отец, вот хотя и разница в возрасте не такая у них, он действительно как отец. Он за всех у него. И за маму, и за папу, и за брата, и за всего. Я тут не вижу шара, который ты мог бы забить. Это любой забил. Он забил, не на каком расстоянии. Ай-я! Еще пару шаров, я все сегодня не буду играть. Однажды великан Еминеш украл у адыгов семена проса. Всех людей ждала голодная смерть. Сосруку вместе со своим конем тхажеем отправился к чудовищу, чтобы вернуть проса. Они выхватили заветный мешочек у великана и бросились в дом.